28 апреля прошлого года президент страны учредил еще один профессиональный праздник – День работников скорой помощи. В системе республиканской службы работает более 2200 человек. Это врачи, работники среднего и младшего медицинского персонала, водители. Служба скорой работает круглосуточно, без перерывов и выходных. И сегодня свой профессиональный праздник. Многие медики и водители, конечно, на посту. От их сложной оперативной работы зависит здоровье, а то есть жизнь пациентов. Глава республики вручил награды профессионалам своего дела. Люди в белых халатах находятся на передовой. Ваша работа позволяет быть в системе скорой медицинской помощи, в системе центра медицинских катастроф, быть первыми. Первыми в Российской Федерации. И как итог, к нам, в Чувашскую республику, к вам приезжают учиться, проводятся мероприятия. И, конечно же, это предмет гордости. На передовой сегодня более 2000 работников не отложки. В период пандемии они работали не покладая рук, успевая за сутки объехать тысяч адресов. У нас никто не подал заявление об уходе. Никто не ушел. А мы, наоборот, в 2020 году приняли более 400 сотрудников. Это о чем-то говорит. Это говорит о том, что люди готовы работать самоотверженно, с отвагой. Мы бросились на помощь нашему населению, нашей стране. И мы выдержали. Скорая служба постоянно модернизируется. Цифровые технологии прочно вошли в жизнь выездных бригад. Электронная документация, планшеты, новое оборудование в разы ускорили работу. Обновился автопарк. Сегодня для того, чтобы быть в нужное время, в нужном месте, есть все необходимое. За эти годы очень многое изменилось. Изменился автопарк, изменились подстанции. Все обновилось. Оборудование новое все поступило. Поступило. Машины все оборудованные, машины класса С со всеми оборудованием, которые для оказания скорой помощи надо. Есть машины класса Б, тоже новые машины с оборудованием. Дали нам вызов, мы выезжаем. Не просто выезжают, а еще и при необходимости вылетают. С прошлого года в республике действует санавиация. В этом году вертолет уже совершил 11 вылетов. 3-4 минуты, время на запуск, и мы на угле взлетаем. Все заявки отрабатывают заблаговременно, которые поступают. Все должны быть очень слажены, очень дружный коллектив в экипаже. Я считаю, что не только два пилота, но и, естественно, врачи – это полноценный экипаж. И работа слаженная, достаточно дружная именно в нашем авиамедицинском экипаже должна быть на высшем уровне, так как от этого зависит, естественно, жизнь пациента. Наталья Мальчикова, Юрий Марков, Республика.